Газета, которая сохранилась, пролежала здесь почти 55 лет. А вы посмотрели, что мы ходим в туалет, все в подвал. Или все, что осталось от козла. Различные измерительные приборы учебные, химическая посуда. И вот это очень похоже на настоящие кости. Так здесь и убежишь сколько. Как ни странно, здесь тоже все оборудование цело. Она и Путину писала. Путину писала. Сегодня мы продолжим серию наших репортажей из цикла «Забытая Россия». Мы находимся в поселке Кузнецово. И с вами канал обо всем подземном и заброшенном «Андерволд» и его ведущий «Степавул». Итак, поехали. Обычная история для сельской глубинки. Деревня, которая вымирает. Остаются жители, которые просто не готовы менять свою жизнь. И покидать насиженные места и молодежь, которая уезжает из мест, где они родились, где выросли. Из-за того, что, в принципе, здесь сейчас не осталось никакой перспективы. Сейчас вот встретилась одноместная жительница, которая и сказала, что, в принципе, уже население поселка Кузнецово сокращается. А много здесь вообще сейчас жителей в поселке? Да нет, не много. Молодежи почти нет. Молодежь покидает поселок и остаются одни старики, которые просто не готовы к переменам. И поэтому, соответственно, здесь заброшенная школа. Вот мы сейчас находимся на территории этой заброшенной школы. Прогуляемся внутрь, посмотрим, что же там осталось с тех времен, когда здесь кипела жизнь. Когда было достаточно детей, молодежи, для того, чтобы эта школа функционировала. Такие интерьеры встречаются в этой школе. Необычная роспись. И все это когда-то было расписано ярко, красиво, для детей. А школа зачем такая большая? Три дома всего здесь. А вы знаете, сколько молодежи раньше было? Много? Да. Все дома были заселены, даже квартиры еще просили, некуда было. Но поселок-то небольшой же был. Ну, народу было очень много. На столе мы можем видеть остатки рамок от слайдов. Раньше это часто использовалось в качестве учебного материала. Детям показывали различные наглядные пособия со слайд-проекторов. Тут же различные краски, банки от красок. Здесь какие-то коллекции камней были. Да, когда-то здесь звенел веселый детский смех. На переменах бегала детвора. Сейчас все это, к сожалению, пришло в запустение. было хорошее. Очень хорошее, да. Вот эту закрыли, а вот еще старую оставили. Еще совсем с советских времен здесь остались старые газеты, листы из старых книг. Вот это вот, похоже, да, пионерская правда. Аж 1964 года. Газета, которая сохранилась, пролежала здесь почти 55 лет. Реально капсула времени. Здесь же вырезки. Страничка, видимо, из какой-то книги, журнала, октябрятом. И все это мы сейчас видим в комнате отдыха. Когда-то здесь отдыхали ученики. Здесь даже сохранилось расписание. С первого по одиннадцатый класс. И, видимо, подготовительная группа была. Детишек детсадовского возраста. Перед поступлением в школу. Тогда-то здесь была раздевалка. Это центральная вестибюль школы. Ну и какая же школа без санузла. Конечно, эту часть бытовую жизни тоже нужно показать. А вы посмотрели, что мы ходим в туалет всего по два. Никому денег. То есть канализации нету? Не очистных ничего нет. Ну, зато ты с лишним. Ни газа нету раньше. А сколько платить ЖКХ за это? Три с чем-то я уж не знаю. Три пятьсот в месяц? Не са. Три пятьсот в месяц, да, платить? Да. Горячей воды нет. Газу нет. Это самое. Я вот должна где-то идти мыться. Бабка на седьмой десяток. Мыться. Газ я должна за 1150 купить. Теплонет я должна друг купить за 8. А у меня минималка 10. Конечно, трудно сейчас определить назначение класса с абсолютной точностью. Но с очень большой вероятностью можно сказать, что здесь был класс труда. Об этом говорит и стенд с надписью «Сделай сам». Делаем сами, точнее. И масса различных-различных приспособлений. А это, похоже, было подсобное помещение учителя труда. Да, обычно такие помещения всегда были за школьными классами. За школьными классами труда. Здесь преподаватели труда как раз хранили свой инвентарь. Сохранились даже какие-то учебные пособия. Прием работы с тамеской. Прием работы рубанком. Рубка металла. Ну что же, вот он, просторный спортзал. Сейчас это тоже все заброшено. Все в запустении. Под ногами хрустит штукатурка. Это подсобка спортзала. Все, что осталось от снаряда – козел. Или все, что осталось от козла. Опять же, спортивный инвентарь. Мячи все уже сдувшиеся. А тут остались одни пенсионеры. Здесь нет молодежи, никого. А, здесь молодежи никого не осталось? Никого. Здесь вот нет. Одни бабки где? Ну, вот такие вот, как я. Вот, видите, гуляют. Тоже все на пенсии уже. То есть, получается, только за счет пенсии тут живут? Да. И автолапку тут приедешь. И магазина нету вообще никакого. Ни садика, ни школы. Ну что же, быстренько пробежимся на второй этаж. Надо сказать, что все-таки сохран школы очень даже неплохой. Очень даже неплохой в том плане, что какие-то предметы старого обихода сохранились. Остатки спортинвентаря. Тут опять же классы, классы. Сразу же по элементам угадывается, что это был класс музыки. Очень похоже на нотную линейку. Может быть, неправильно говорю, к сожалению. Плохо помню, как это называется. Ну, а это класс физики. Подсобка учителей физики. Различные измерительные приборы учебные. Просторное помещение класса физики. Кстати, очень похоже, что этот кабинет использовался не только как класс физики, но и класс химии. Вот с другой стороны тоже учительская. Подсобка учительская. Здесь уже это очень похоже на класс химии. Здесь вот находился шкаф с различными реактивами, с вытяжкой. На столе сохранились различные приспособления для проведения химических реакций. Химическая посуда. Обязательно наличие раковины в классах химии. Множество различной химической посуды. Можем видеть на полу разбросанной. Ну, а кто сейчас готов вспомнить, как проходила ваша школьная жизнь? Как вы учились в таких классах? Изучали физику, иностранный язык, русский, литературу. Ну, в общем, весь базовый школьный курс. Как проходили веселые школьные годы? Похоже, здесь же занимались и биологией, изучали биологию. Во всяком случае, здесь мы можем видеть кости. Похоже, вообще, вот это очень похоже на настоящие кости, только когда-то скрепленные металлической проволокой, чтобы демонстрировать элементы скелета. И вот от этой металлической проволоки уже слегка пошла ржавчина по этим костям. Здесь же рассыпанный уголь и какие-то экспонаты по биологии, по зоологии. И помещение под выставку детского творчества, которое, увы, уже не заработает никогда. Так здесь и убишь, что сколько, а зарплата идет, дом-то числится, а кто там мертвый-то не будет платить, так на нас прибавили. А мы, дураки, должны платить. А с чего я заплачу? У меня девять. Я даже внуку не могу, сыну помочь, а у него шестнадцать-семнадцать, а у него двое детей. Кошмар, а работа-то здесь? Где работают люди здесь? А вот все молодежь уехала. Мой работает то в Твери, то в Новгороде. Ну, у него в Акте работа. Тут, походу, учительская была. Женские туфли, чайник заварной. Небольшое помещение под учительскую. Даже раствор хлора остался. Конечно, ни одна школа не обойдется без книг, воспоминаний о Владимире Ильиче Ленине, о Ленине-Октябряном в данном случае. Портреты, учебные материалы, учебные пособия по географии, контурные карты. И тут же уже приметы последних лет, иконы, как меняется все-таки идеология, как меняется процесс обучения. Все это тоже сейчас можно наглядно видеть, даже вот по этим учебным материалам, которые здесь разбросаны на полу заброшенной школы. В глубинке Тверской области. И снова советские газеты. Это датировано октябрем 1990 года. Оставалось меньше года до печальных событий, связанных с развалом Советского Союза. Это события, которые и породили впоследствии вот это вот все, вот эту всю разруху. То, что мы сейчас можем наблюдать, к сожалению, в очень многих местах бывшего Советского Союза. Как вам такие классы, друзья? Природа берет свое. Стоит только начать разрушаться кровли, начать в здании появляться влаги, и природа берет свое. И в бетонных зданиях старых начинает появляться вот такая растительность. Продолжаем нашу виртуальную экскурсию по школе. Почему виртуальную? Потому что мы пытаемся представить, что же здесь было раньше в годы функционирования этой школы. И, похоже, тут был кабинет географии, возможно, русского языка и литературы еще. Ну вот, судя по, во всяком случае, портретам известных первооткрывателей, исследователей, все-таки здесь учили детей географии, скорее всего. А вот достаточно стандартный переход из корпуса в корпус. Скорее всего, во времена функционирования этой школы, во втором корпусе, куда я сейчас отправляюсь, должна была находиться столовая. И, да, я не ошибся, в этом корпусе как раз располагалась столовая. Как ни странно, здесь тоже все оборудование целое, что, в принципе, радует, безусловно, радует. Хотя, мне кажется, что само здание школы, оно уже, к сожалению, не подлежит восстановлению, из-за того, что на втором этаже повреждена кровля, серьезные протечки. Ну что же, вот и покидаю я эту заброшенную школу, наверное, с чувством некоторой грусти, с воспоминаниями о своих школьных годах, с воспоминаниями об ушедшей эпохе, об ушедшей уже безвозвратно, в которой было немало и хорошего. Но мы сейчас продолжим наше путешествие по этому поселку, по другим интересным местам здесь погуляем немножечко еще. Чего здесь вообще, чем занимались? Был совхоз, скот был очень много, и коровы, и теляты, и овцы романовские здесь. Помнишь, а теперь ничего нет, все равно вот, разворовали. При школе даже была теплица, очевидно, здесь обучали детей старших классов, уже с дальнейшим прицелом их дальнейшего обучения в вузах на агрономов, ну, в общем, связанным с науком, связанным с сельским хозяйством, с дальнейшим их трудоустройством на селе. Вот здесь вот уже такое стрёмное место с, похоже, прогнившим полом. Попробую сейчас туда пробраться. Здесь небольшая хозяйственная постройка при этой теплице. Люди уехали, а вот я смотрю, пусть поезжали. И молодежь тоже, наверное, уехала. Вот такая картина наблюдается, жилой дом, рядом местные жители гуляют, с детьми, с собаками. И прямо в подъезде несколько квартир пустуют. Где-то заколочены окна, точнее, не заколочены, а вообще заложены бетонными блоками. Где-то повыбиты окна. Вот такая она забытая Россия. И тут же рядом видим заброшенный дом. Причем где-то окна еще целые. Может быть, даже там кто-то приезжает, кто-то живет. Где-то полностью все вынесено, все окна, все двери. У меня молодуху прописывал в втором доме. Еще она, когда девочка маленькая была, жила, дом уже не принадлежал. Там ни окон, ни двери, ни унитазов, ни свету, ничего нет. И туда прописали двух детей, вот только рожденных. И вот приезжали ЛДП, и прокуратура с этого приезжала, она и Путину писала. Передали в Тверь, Тверь передала в Лачок и остановилась все. Прописали детей, грудных туда. А вот мы уже внутри подъезда. И здесь, да, похоже, здесь есть какие-то жилые квартиры. Смотри, а тут довольно такая красивая квартирка с обоями. Похоже, кто-то тусит тут, Ред. Может быть, может быть. Ред, может, тусит или в какие-то другие времена года. Ну вот окна целы, тут даже потолок, эти панели для потолка приклеены. Они даже практически все еще целы, панели. Да. Ну вот, хата на Новый год. Нашли где отмечать, если что. Ну и печка, печка впечатляет. Тут прям вообще хорошо сохранившаяся печка. Если бы был целый дымоход, можно было бы даже ее оттопить и реально здесь тусоваться. Слушай, для нее топили, похоже. Вот, видишь. Ну как топили, тут дымоход разобран полностью. Ну это как, получается, по-черному. Да, по-черному. То есть все сюда шло, весь дым. А тут печное отопление. Это как-то я сама поставила. Холодно. А котельная там? А сюда не положено котельную ездить. А я вот печки видел в всех домах. Это что такое? Да, я говорю, печное отопление. Ну вот в том подъезде я видел, там печки стоят. У меня поставлен вообще не положено и баллон. Ну то есть это все сами поставили. Это не... И баллон, думаю, я не имею права держать. Да баллон-то понятно. А мне надо вариться на чем-то. А засвет тоже тепло. А где вытяжка? Обогреватель. А вытяжка где? Из печки. Вон тут наверх труба. А, понятно. Нет, все сделано нормально. Только молодуха у меня угорается от печки. Так я сейчас... Ну сейчас пока и тепло температура-то на улице. Вот еще одна квартира. Здесь печку разобрали. Видно, что тут тоже было печное отопление. Здесь была печь. Сейчас все это разобрали. Кирпичи остались. Тут даже какие-то остатки интерьера, можно сказать, есть. И, кстати, что характерно, здесь окна уцелели. В этой квартире окна закрыты. И поэтому даже обои не слезают. Побычай, конечно, быстрее на северном состоянии. Даже телефон здесь был. Что интересно, прям такой городской советский телефон. Городской телефон? Да. То есть тут у них АТС какая-то должна была быть. Круто. Не, ну вообще, я говорю, по масштабам-то выглядит, что как будто это был полноценный город. То есть это все признаки. Да, да. Несмотря на то, что всего три жилых дома получается. Я думаю, что здесь действительно планировалось какие-то большие строки. Развитие, возможно, да. Развитие этого района. Но, к сожалению, получилось, что вместо развития полная депрессия. Ну да. Вот какая живописная печь. У меня молодуха Даша. Я говорю, Даша, помой в ванне. Нет, тетя Таня, я не пойду. Там червяки. Они не то, что под ванной. Они уже с ванной вот самой. Кошмар. По ванной. Ребятишки бегают. Ярослав, Максим, иди посмотри, червяки там. Ну это кошмар. Прям червяки, да? Червяки. Червяки. Вот червяки. Вот как у меня сын Андрей на рыбалку. Ездит вон навозной куче ковыряется. Я говорю, да иди ты в ванной подбери. Чего-то охотить-то ковыряться. И никому это делали. Ну денежки плати. Вот они, реалии глубинки. Причем не такой уж и далекой от Москвы глубинки. Жилой дом и несколько квартир просто полностью заброшены. Выбиты стекла, вынесены. А во втором доме там четыре семьи всего-то. То есть в целом доме четыре семьи всего? Ну в нашем побольше. А в вашем доме сколько? Ну я не знаю, так вот средний подъезд целый. Вот наш. То есть в этом доме живут? Вот в этом подъезде одна живет. То есть в целом подъезде один человек живет? Ну да. А не страшно вообще-то? А он не. Ну что же, друзья. Совершенно нежданно, негаданно я для себя открыл достаточно много нового. Я с удовольствием посмотрел эту школу. Реально меня поразил с охран этой школы. То есть то, что там не вынесены не только кабинеты там труда, физики, химии. То, что там остался инвентарь весь этот учительский. То, что там столовая цела, вот это прямо просто поразило дорогостоящее оборудование, которое там, я не знаю, как на металлом можно сдать. И само по себе оно денег стоит. И все это цело. Все это живо до сих пор. То есть реально респект людям, которые как-то это сохранили. Так что съездили не зря. Получил огромное удовольствие. Спасибо Сергею за... Да, спасибо Сергею за... За то, что он меня вытащил. За компанию. Вот. Обязательно переходите на его канал. Ссылочка будет в описании. Обязательно подписывайтесь на его канал. У меня вообще очень много интересных видео. Именно про глубинку. Именно про вот такие места. До новых встреч. Всего вам самого наилучшего. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok